Спасительный сайт теперь всегда в закладках на ее рабочем столе. Четыре месяца назад, почувствовав боль в ухе, Анастасия Соломатина воспользовалась возможностью записаться к врачу, не выходя из дома. Через интернет. Лор в Ейской районной больнице ждал ее уже через два часа. Не надо было мне ни в регистратуре стоять, никаких документов с паспортом, сижу под кабинетом. Все, кабинет написан на талоне, я его распечатала сразу на работе. Прихожу, сижу, меня вызывает уже медсестра. Она вызвала меня, карточка уже все было у них. Лариса Родионова сегодня на прием к терапевту в Краснодарской поликлинике тоже попала по электронному талончику. Карточку пациентки для врача подготовили заранее, также благодаря записи через интернет. Никаких стояний в очередях, очередей там нет, в общем-то записался дома в любое удобное для тебя время. Я немножко дружу с компьютером, но в основном мне дочка помогает. Ну, в крайнем случае, там есть бабушки, может, у которых нет компьютера, но они приходят сюда, здесь информаты. В общем-то, я считаю, что это благо цивилизации только нам на пользу. Информаты. Уже давно неотъемлемая часть интерьера в медицинских учреждениях края. С их помощью каждый пациент самостоятельно может записаться к врачу на удобное для него время. По записи через интернет сегодня работают около 200 медицинских учреждений в регионе. Как крупные краевые клиники, так и врачи поликлиник в районах. В прошлом году удобную электронную услугу стоянием в очередях возле регистраторы предпочли без малого миллион кубанцев. Во-первых, удобная работа для лечебного учреждения, когда планируются потоки пациентов. Мы же понимаем с вами, что пациент на прием к врачу приходит, когда у него есть какая-то проблема. Поэтому ожидание в очереди – это не комфортные условия, а это позволит не тратить лишнее время. Мы думаем, что с удовольствием жители будут дальше пользоваться этой системой. И около пару-тора миллионов воспользуются в этом году. А это услуга для тех, кто не имеет доступа к интернет-ресурсам. Телефон горячей линии с бесплатным номером 8 800 2036 6 работает круглосуточно. Звонки сюда поступают со всего края. Диспетчеру помогают записаться напрямую в поликлиниках по месту жительства или в краевые медицинские центры. Отвечают на вопросы о том, где и какую медицинскую помощь можно получить. С начала этого года в контакт-центр поступило 23 тысячи обращений. В какое лечебное учреждение? Детское, взрослое? Какому специалисту? Единая информационная справочная, а также как и электронная регистратура – это часть большой программы модернизации здравоохранения края. Причем, как отметил губернатор Александр Ткачев, но последние коллеги и Минздрава региона, программа эта на ремонте больницы, закупке современного медицинского оборудования не заканчивается. Менять работу в каждом из учреждений нужно качественно, ставя ее на новые современные рельсы. Должна быть на первом месте эффективность. Скорость, доступность, четкая связь, поселение, районная больница, центр, край, регион – это будущее наше. В Москве уже очередь, все, в интернете, в условиях, в режиме онлайн и так далее. И я прекрасно понимаю, что мы с этой реформой, с этими подходами будем менять во многом ментальность подходы, прежде всего, врачебного состава разных уровней. И я очень надеюсь на главных врачей, я очень надеюсь на вас, коллеги, я надеюсь на главные муниципальные образования. Мы должны вникать, разбираться и так далее. Следующий шаг, говорят в региональном министерстве здравоохранения – создание единой базы медицинских карт пациентов. Привычные бумажные карточки с диагнозами станут электронными. И в случае необходимости врачи в любой точке края, в перспективе страны, смогут получить доступ к истории болезни пациента.